Рынок по продаже пиротехники в Маниле оживился. На Филиппинах широко распространена китайская традиция встречать Новый год яркими фейерверками и громкими залпами петард. Считается, что это отпугивает злых духов и приносит удачу. Пауль приехал сюда с женой из далёкой северной провинции специально для того, чтобы пополнить свои запасы праздничной артиллерии. «Мы запускаем петарды, чтобы приветствовать Новый год, который должен быть удачным, а также отпугнуть злых духов». Кто-то довольствуется относительно безвредными видами пиротехники, а кто-то пытается найти здесь продукцию пожёстче, которая запрещена местными властями. Такая пиротехника может содержать более полкилограмма модифицированного пороха. Название соответствующее – «Прощайте, Филиппины», «Атомная бомба» или «Бен Ладен». Департамент здравоохранения предупреждает, чтобы граждане были осторожнее. Ежегодно число пострадавших от пиротехники на Филиппинах очень большое. А в особо густонаселённых районах вообще введён запрет на фейерверки, чтобы избежать трагедий. Но на местных торговцах пиротехники эти ограничения почти не сказываются. «Бизнес идёт хорошо. Несмотря на предупреждения по телевизору, многие по-прежнему покупают фейерверки». Готовится к Новому году и филипинская полиция. Службам безопасности в Маниле был дан приказ сохранять повышенную готовность в период праздников. Правда, оружие стражей порядка временно опечатано, чтобы на радостях, поддавшись всеобщему праздничному настроению, ненароком не начали палить в воздух. Два таких случая уже произошли во время минувших рождественских праздников. «Это просто напоминание. Не то, что мы не доверяем нашим полицейским. Просто мы хотим, чтобы они всегда об этом помнили». Тех, кто ослушается приказа и без должного повода сорвёт с оружия пломбу, ждёт немедленное увольнение и наказание.